40% влюбленных, которые были отвергнуты своими избранниками, впадают в клиническую депрессию. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть 1000 рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. ПОДАРКИ Многочисленные исследования показывают, что если вы подарите человеку любой, даже самый маленький подарок, то он станет лучше к вам относиться. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ Когда вы не хотите с кем-то ругаться, но хотите, чтобы вас услышали, используйте СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ. Вместо «Вы не отправили мне электронную таблицу» попробуйте сказать «Электронная таблица не была отправлена». ДЕСЯТИМИНУТНАЯ УЛОВКА Если вы не хотите что-то делать, просто поделайте это в течение 10 минут. Даже если вам и дальше не захочется этим заниматься, 10 минут это лучше, чем 0 минут. СТРАХ ПОТЕРИ Люди боятся потерять вещи, поэтому с экранов магазинов вам говорят «Спешите! Осталось всего два места, предмета, билета» или «До конца акции осталось всего столько-то часов» и т.д. Самое интересное, что и на следующий день цифры будут такими же. ДВЕРЬ В ЛИЦО Это маркетинговая методика, суть которой заключается в том, что сначала нужно попросить что-то нереальное или огромное, а затем уже просить то, что вы действительно хотите. Другими словами, если вы хотите щенка, сначала попросите пони. НОГА В ДВЕРЯХ Этот прием – полная противоположность методике «ДВЕРЬ В ЛИЦО». Его суть состоит в том, что если вы попросите человека о небольшом одолжении, с большой вероятностью позже он согласится оказать вам большую услугу. БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ Можно заставить себя вести уверенно, следя за языком своего тела. Это значит, что вы не должны скрещивать руки и что вы должны поддерживать зрительный контакт и т.д. СОГЛАСИЕ Этот прием может быть очень эффективным, особенно если вы на самом деле не согласны. Чтобы найти общий язык с кем-то, начните использовать такие фразы «Я согласен с вами здесь, но…» Или «Я это понимаю, но…» БУДЬТЕ КАК ТОМ СОЙЕР Притворитесь, что то, что вы не хотите делать, на самом деле очень интересное или веселое занятие, чтобы заставить кого-то это сделать. Именно так поступил ТОМ СОЙЕР, когда ему поручили покрасить длиннющий забор. БУДЬТЕ КАК ТОМ СОЙЕР Признайтесь, что вы не правы в мелочах. БУДЬТЕ КАК ТОМ СОЙЕР Хороший способ построить доверие – это признать, что вы тоже ошибаетесь, особенно в мелочах. БУДЬТЕ КАК ТОМ СОЙЕР Нейтральность Это один из лучших способов убеждения в мире. Если вы покажете кому-нибудь, что вы открыты для обеих спорящих сторон, то этот человек будет доверять вам больше. НЕ СПОРЬТЕ ПО ПОВОДУ ГЛАВНОГО ПУНКТА Это один из любимых приемов политиков. Обсуждая что-то, рассуждайте о второстепенных моментах. Например, если вы хотите построить стену, не спорьте о том, будет ли стена построена или нет. Вместо этого немедленно переходите к пункту «А кто будет за нее платить?» После этого люди примут существование стены как данность. Прикусите ручку. Это заставит вас улыбаться. Почему это важно? Потому что, если вы заставите себя улыбаться даже фальшиво, это поможет вам почувствовать себя счастливее. Избегайте слова «НО». Как вы уже могли заметить, в этом видео я уже использовал слово «НО». Однако, правда состоит в том, что люди гораздо лучше реагируют на «Да-И», чем на «Да-НО». Используйте имена. Использование чего-либо имени может мгновенно сделать этого человека похожими на вас. Имейте это в виду, однако не злоупотребляйте этим приемом. Помните, что если вы переборщите с ним, то это заставит выглядеть вас неестественно и даже отпугнет от вас людей. Это утверждение верно относительно любого психологического приема. Позвольте человеку говорить. Даже если вы уже знаете это, позвольте человеку еще раз рассказать вам об этом. Людям нравится делать такие вещи. А если вы хотите, чтобы человеку нравился разговор с вами, просто попросите его рассказать о себе. ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕРВЮ Оденьте одежду, которую вы обычно носите на работе. Это не шутка. Даже если это просто телефонное интервью. Такая экипировка поможет вам чувствовать себя более уверенно. О да, я помню, вы мне об этом говорили. Когда кто-то говорит вам о чем-то во второй раз, не прерывайте его резким. Вы уже говорили мне это? Скажите, о да, я помню, вы мне об этом говорили. Давая человеку понять, что вы помните, что он уже об этом говорил, вы тем самым помогаете ему осознать, что нет нужды повторяться. В то же время он будет знать, что вы цените то, что он говорит. А на этом все, друзья. Выбирайте следующее видео. Это или может быть вот это. И да, и не забудьте подписаться. Вот прямо здесь, да. Может это или это. Но главное подписаться не забудь.